13 октября в Доме Москвы открылась новая выставка дочери знаменитого поэта Роберта Рождественского, московской фотокудожницы Екатерины Рождественской. Большинство работ интригующие и даже шокирующие. Это вторая выставка Рождественской в Риге и 102-я персональная по счёту. В Доме Москвы представлено 69 работ из пяти проектов. Частная коллекция, мужчина и женщина, история белья, пин-ап и винтаж. Проект «Частная коллекция» – своеобразная визитная карточка Екатерины. Он хорошо знаком читателям журнала «Караван истории», которые уже несколько лет с интересом наблюдают за тем, как российские вип-персоны перевоплощаются в героев шедевров мировой живопи. На выставке можно увидеть самые последние работы Рождественской в рамках этого проекта. Телеведущего Сергея Светлакова в образе Петра I, певицу Наташу Королёву в роли девушки с почтовой открытки начала прошлого века и многих других. Екатерина Рождественская признала с Микс ТВ, что в этом проекте мечтает снять российского премьера Владимира Путина. «Я мечтала снять Путина. Есть замечательная картина «Ванейка» Читарна Альфини, где просто стоит Путин с беременной женой. Я мечтала снять Пугачёву, но она сказала, что она полная и не готова еще, вот она не пришла в форум. Но я думаю, что форума там уже никогда не будет, потому что возраста идет и лучше не будет». Самый шокирующий проект Екатерины называется «Мужчина и женщина». Его суть в том, что на женских портретах запечатлены мужчины, а на мужских – женщины. В проекте поучаствовали актеры Сергей Маковецкий и Дмитрий Нагиев, телеведущая Татьяна Лазарева и прочие знаменитости. Особенно впечатляет портрет Станислава Садальского в образе мальчика укушенного ящерица из картины «Караваджо». Также рижане могут познакомиться с новым проектом «Рождественская история белья». В нем знаменитости, причем не только женщины, демонстрируют белье, которое было в моде в разные периоды прошлого века. Главным и первым зрителем выставок в Доме Москвы всегда является его директор Юрий Силов. Мы поинтересовались, какой проект приглянулся ему. Конечно, с красивыми девушками. Это называется «пикап». То, что американские солдаты в 44-м году или в 45-м вывешивали у себя в блиндажах, чтобы их выдушевляли, так вот это очень актуально и нас до сих пор вдушевляет. Еще один проект «Винтаж» возвращает зрителей в мир моды наших бабушек и мам. На фотоработах модные тенденции разных десятилетий 20-го века – 40-е, 50-е, 60-е и, конечно, снова знаменитости. Кстати, некоторые из присутствовавших на выставке знаменитостей местного масштаба признали, что вполне не проще сфотографироваться у Рождественской. Например, такую готовность выразил политик Сергей Долгополов. Знаете, я вообще человек сумасшедший. Мне предлагали уже сниматься прыгающим. Вы знаете, что они этим занимаются. Я это делал, я прыгал. Если она предложит, я не откажусь. Рижане могут посмотреть выставку Екатерины Рождественской до 20 ноября. Она открыта в Доме Москвы по рабочим дням с 12.00 до 19.30, в субботу и воскресенье с 12.00 до 6 вечера. Вход бесплатный. Искусство и в наши нелегкие времена остается бесценным. Карина Эванс, специально для Микс ТВ. Карина Эванс, специально для Микс ТВ.